Решите вас поприветствовать, во-первых, на нашем форуме «Белые ночи». Ожидается он быть хорошим, и погода хорошая, и самые короткие дни, так что всё пройдёт насыщенно. И позвольте мне представить небольшое сообщение о применении стомоделирующих агентов при различных формах рака молочной железы. В принципе, первую часть, о чём я буду читать, первая часть лекции, она, в принципе, вам хорошо известна. Это будет о препарате Деносумаб из Джива. А следующая, вторая часть, будет представлена впервые в аудитории, потому что эти данные были только недавно озвучены, только получены в Сан-Антонио и на АСКО-2016. Актуальность проблемы, конечно, не вызывает сомнения. Рак молочной железы на сегодняшний день широкое распространение, неуклонный рост показателей заболеваемости. Является причиной смерти более полумиллиона женщин ежегодно в мире. Увеличилась смертность за последнее время на 30 лет. И запущенные стадии, к сожалению, составляют около 50%. Это мировые показатели. Метастазы в кости. И это при раке молочной железы. Все, конечно, знаем, что основные – это основное. Это до 70% поражаются кости. Также страдают люди при поражении при раке легкой и при раке предстательной железы. Тоже, в первую очередь, страдают кости метастатическим поражением. Немножко напомню биологию костной ткани. Как вы помните, состоит она, да, остеокласт. Вообще, это своеобразная ткань, которая сама себя разрушает и сама себя восстанавливает. И напомню немножко о ранг-лиганде, который является основным медиатором формирования, функционирования и выживания остеокласта. Ранг-лигант – это сигнальный протеин, вырабатываемый остеобластами, высылающий костную ткань. Ранг – это мембранный рецептор, который выстилает остеокласты. И остеопротегирин – это протеин, вырабатываемый остеобластами, высылающий клетки костной ткани и блокирует ранг-лигант. То есть мы видим, что остеобласты, они вырабатывают клетка, которая и разрушает, которая потом и восстанавливает ткань. Но чтобы было немножко понятно, остеобласты вырабатывают ранг-лигант, который присоединяется к рангу клеток-предшественников и остеокластов. Дифференцируется на этом основании остеокласт, который активируется и идет разрушение костной ткани. А затем остеобласты, эту костную ткань, обратно формируют ее в нормальную. И остеопротегирин – естественный ингибитор ранг-лиганда. То есть ранг-лигант выделяется, остеопротегирин, естественно, его ингибирует и устанавливает ту меру, именно ранг-лиганда, которая нужна для формирования и функционирования костной ткани. То есть если остеопротегирин в норме, то изменение минеральной плотности кости не меняется. При его отсутствии минеральная плотность кости уменьшается, при его увеличении излишнего количества протеопротегирина минеральная плотность кости увеличится. Вследствие этого мы прекрасно знаем, что такое элитические метастазы, что такое бластические и что такое смешанные метастазы. Основные клинические симптомы прикосных метастазов Это болевой синдром, ограничение активной опорной функции Патологические переломы, неврологические нарушения, гипокальцимия И последствия костных метастазов Хирургические вмешательства на кости, патологические переломы Компрессия спинного мозга и лучевая терапия на кости И, конечно же, когда появились 20 лет назад в нашей практике бифосфонаты Это был прорыв, и больные стали получать лечение Больные стали избавляться от болевого синдрома И сначала к нам пришел кладронат, препарат банифос Который был в двух формах, внутривенный и пероральный Потом были препараты помидронат, рейди, бандронат И на сегодняшний день все остановились в основном на залидроновой кислоте Которая действительно показала свою эффективность Во всех формах и при мейломе, и при раке писательной железы При раке легкого, при раке молочной железы Было проведено множество клинических исследований И препарат заметно показал свое превосходство Залидронной кислоты над помидронатом И, как я уже сказал, на сегодняшний день Замета входит в рацион врачей-химиотерапевтов И все ее прекрасно применяют И много ее применяют Осложнения, какие проблемы возникают при терапии бисосфонатами При параоральных бисосфонатов это низкая всасываемость Бисосфонаты, не содержащие азот, вызывают диарею Содержащие изофагит, тошноту Внутривенные, это залидронная кислота и помидронат Это само внутривенное введение Необходимость гидротации И вызывание остеонекроза нижней челюсти Ну и еще некоторые осложнения, которые встречаются при терапии Бисосфонатами Ну, на примере залидроновой кислоты Внутривенные бисосфонаты Реакции острой фазы Почечная токсичность И некроз нижней челюсти А также гипокальцимия Вследствие этого пациентам следует рекомендовать Препараты кальция в дозе 500 мг в сутки И витамин D во время приема пищи Я всегда напоминаю, что уважаемые доктора При терапии бисосфонатами Пожалуйста, не забывайте назначать еще кальций и витамин D И 4 года назад появился препарат Деносумаб Который является полностью человеческим моноклональным антителом Который специфически связывается с человеческим ранклигандом Таким образом ингубирует дифференциацию и активацию остеоклассов Что приводит к снижению костной деструкции Индуцированной опухолевыми клетками И частоты развития событий, связанных со скелетом На примере той же самой таблички показываю вам То есть помним Ранк вырабатывается в большом количестве Присоединяется к ранклигаду Активируется остеокласты Которые зарушают костную структуру Острого протагерина Его мало А Деносумаб, который является природным Острого протагерина Просто блокирует ранклиганды Все очень просто, все очень наглядно Хотя на самом деле, когда все это показывается В таблицах Там показывают молекулы герцептина на какие-то рецепторы Вот это все показываем Это все мы представляем, что это так должно быть Эффективность Деносумаба Она доказана была в одном исследовании И этой эффективности, и результаты этого исследования Их было достаточно для того, чтобы FDA зарегистрировала данный препарат В Соединенных Штатах Америки, в Европе и впоследствии в Российской Федерации И все страны, можно сказать, и Америка, и все должны сказать большое спасибо Российской Федерации Потому что очень большое количество пациентов было набрано Центрами в Российской Федерации в данном клиническом исследовании И даже некоторые центры принимали инспекцию FDA для того, чтобы этот препарат был зарегистрирован в мире Немножко напомню о данном исследовании Больные с верифицированной карциномой молочной железы С наличием метастазами в кости Критерий исключения – это прием бисосфонатов Пациенты делились на две равнозначные группы Одна группа получала Деносумаб в дозе 120 мг подкожно И плацебо один раз в 4 недели внутривенно Другая группа принимала залидроновую кислоту внутривенно 4 мг Раз в 28 дней И плацебо подкожно один раз в 4 недели И опять же напоминаю о ежедневном приеме препарата кальция и витамина D3 Первичной конечной точкой данного исследования было время до первого исследования костного осложнения Вторичная конечная точка – это до время появления первого костного осложнения и последующих Исходные группы характеристик были сравнимы и сбалансированы Я немножко так быстро листаю, потому что у нас не так уж много времени И первичная конечная точка данного исследования – это когда 50% пациентов получили первое костное осложнение Так вот, тогда, когда группа залидроновой кислоты достигла через 26 месяцев В группе Деносумаба данная точка не была достигнута Данные статистически достоверны И было доказано, что снижение риска развития первого костного осложнения снижается на 18% Время до первых и последующих костных осложнений Снижение риска показало при применении залидроновой кислоты Деносумаба на 23% снижение риска по сравнению с группой залидроновой кислоты Данные статистически достоверны Также было доказано, что в зависимости от длительности терапии Деносумабом, чем больше препарат применялся больными Тем более, проходило относительное снижение риска возникновения костных осложнений То есть, если через 12 месяцев 5 и 6 То на протяжении всего исследования это больше 2 лет до 16% Как мы знаем, костные осложнения Одно из применений это проведение палеоативной лучевой терапии Обезболивающей лучевой терапии Так вот, при применении Деносумаба Больным на 26% снижение риска Потребовалось проведение противоболевой лучевой терапии По сравнению с залидроновой кислотой К сожалению, общая выживаемость и выживание без прогрессирования В обоих группах была одинакова То есть, противоопухливого эффекта как такового не было достигнуто Нежелательные явления были равнозначны в группе Деносумаба и залидроновой кислотой И особенно хочется отметить это нежелательное явление Представляющее особый интерес Это инфекционные осложнения Реакции острой фазы, которые были в группе залидроновой кислоты Больше выражены, чем в группе Деносумаба И нежелательное явление со стороны почек Повышение уровня креатинина Деносумаб 3% залидроновой кислоты И почечная токсичность, как вы видите, в группе Деносумаба Гораздо меньше, чем в группе залидроновой кислоты Представляющий особый интерес Это остальный кросс нижней челюсти 2% в группе Деносумаба По сравнению с 1,4% в группе залидроновой кислоты Данные статистически не разнятся Частота нежелательных осложений, ассоциированных с почечной токсичностью Была значительно ниже Как я уже сказал, в группе Деносумаба 5% против 8,5% в группе залидроновой кислоты И согласно применению инструкции залидроновой кислоты Доза препарата была снижена у 13% пациентов И у 6% временно прекращена Хотя, как во время приема и терапии Деносумаба Ни разу не потребовалось изменений и содержки дозы Которая была бы связана с почечной токсичностью Вследствие этого при применении данного препарата Не требуется проводить мониторинг функций почек И коррегировать дозу Болевой синдром Практически 80% пациентов При метасазе в кости страдают болевым синдромом И мы все прекрасно знаем Что пациенты принимают не только нестероидные энергетики Но и некоторые из них наркотические Так вот, при применении Проведении данного клинического исследования Время до усугубления болевого синдрома пациентов У которых отсутствовала или была слабая боль на исходном уровне В группе Деносумаба была 9 месяцев По сравнению с группой залидронной кислоты Которая была всего лишь 5,8 месяцев А время до развития умеренной и сильной боли В группе Деносумаба 88 дней По сравнению с залидронной кислотой 64 И в связи с этим Соответственно меньшему количеству пациентов В группе Деносумаба Потребовалось проведение Перевод на неопиодных анальгетиков По сравнению с залидроновой кислотой И в заключении По первой части Хочется сказать, что Деносумаб Оказался более эффективной, чем залидронная кислота По предотвращению задержки времени Развития костных осложнений И помимо этого сопровождается Низким риском Низким риском Острофазных реакций И нежелательных явлений со стороны почек Препарат хорошо переносится И не вызывает осложнений Которые связаны с костными осложнениями Которые связаны при раке молочной железы Критерии перевода пациентов И назначения Деносумаба Это невозможность назначения Или продолжения терапии Бесосфонатами за нарушение почек Неэффективность бесосфонатов И хочется отметить, что Деносумаб Принят ЭСМО в 2014 году Для предотвращения смертности От костных осложнений у пациентов С солидными опухолями Препарат удобен Подкожная инъекция 1 раз 28 дней 120 мг А сейчас немножко новые данные Это влияние Деносумаба Исследования ABC CG18 Третья фаза Участвуемых пациенток Более 3000 пациенток Это применение Исследования Проспективной двойной слепой Плацебо Контролируемой исследованием Третьей фазы В котором оценивалось влияние Адиумантной терапии Деносумаба На риск переломов кости И другие параметры То есть влияние адевантного применения На безрецидивную выживаемость Целью этого исследования Были изучить влияние адевантного применения Деносумаба В дозе 60 мг Один раз в 6 месяцев У пациенток в постменопаузе С ранним гормонопозитивным Ракомолочной шелезы Получающих в адевантном терапии Ингибиторы ароматазы Изучить влияние на здоровье костной ткани То есть клинические переломы Минеральную плотность кости Переломы позвоночников И исходы То есть безрецидивная выживаемость Общая выживаемость И безопасность Итак В исследование Как я уже сказал С 2006 по 2013 год Было включено 3425 пациенток И первичная точка Это время до первого клинического перелома Была достигнута в марте 2014 года Вторичные точки Это ассоциированные с переломами И выживаемость Критерии включения Это женщины в постменопаузе С ней метастатической аденокарциномой Молочной железы Эстроген прогестерон положительный В адеванте получают ингибиторы ароматазы И критерии исключения Предшествующие или параллельное лечение Селективными модуляторами эстрогеновых рецепторов И прием без фосфонатов Как вы видите Группы делились равнозначно Один к одному Одна группа получала Доносумаб 60 мг подкожно Один раз в 6 месяцев Другая группа получала плацебо Группы были абсолютно сбалансированы И когда провели промежуточный результат То есть через 36 месяцев Провели промежуточную оценку Срез базы данных Показало, что группа, которая принимала Доносумаб снижение риска переломов Было на 50% То есть у 5% в группе Доносумаба Отмечались переломы костей По сравнению с 10% у пациентов В группе плацебо И как это ни странно Исследование не было прекращено Оно продолжалось Но очень редко такое бывает Но независимый комитет По мониторингу данных Немного приостановил данные исследования Для того, чтобы В связи с драматической разницей Значения конечных точек Рекомендовано настояло Раскрыть информацию по исследованию Для обеспечения выбора пациентов То есть все группы были Коды все были вскрыты И больные, которые получали плацебо Были переведены на терапию Доносумабом 60 мг Один раз в 6 месяцев То есть всего лишь 7 Доз И в 3 квартале 2015 года Должен был быть представлен анализ Безрецидивной выживаемости И который был представлен На Сан-Антонио В Сан-Антонио В 2015 году И вот никто его не видел И вот я вам сейчас его покажу Применение Доносумаба Показало, что на фоне Одевантной терапии Ингибиторы ароматазы При раке молочной железы Способствует увеличению Безрецидивной выживаемости На 18% Анализ чувствительности То есть выявление важнейших факторов Влияющих на эффективность Получена достоверность результатов Разница между группой Доносумаб и плацебо Анализ в подгруппах показал Что эффективность Доносумаба Это такая очень модная таблица Но мне больше нравятся графики То есть анализ в подгруппе показал Что применение Доносумаба На фоне одевантной терапии Ингибиторов ароматазы Способствует увеличению На 66% При опухолях более 2 см И на 75% Увеличение безрецидивной выживаемости При гормоночувствительных опухолях Нежелательные явления Были абсолютно одинаковые То есть в группе Серьезные нежелательные явления Расценены как С применением исследованного препарата У 5% больных И в ходе данного исследования Это мониторинг потенциальных случаев Остронекроза нижней челюсти В этом исследовании Не было выявлено случаев Атипических переломов И не было выявлено случаев Остронекроза нижней челюсти То есть препарат он безопасен И как вы знаете Большое исследование Было проведено И опубликовано В Ланцете В 2015 году Где применение Бифосфонатов в адеванте Дало увеличение На увеличение Увеличение Безрецидивной выживаемости 3% в течение 10 лет Применение Одевантно-бифосфонатов Так вот В группе Деносумаба За 7 лет уже наблюдения Было получено Та же самая цифра И мы ожидаем Какая же цифра будет Выигрыш безрецидивной выживаемости При одеванном применении Деносумаба В течение 10 лет Итак Это исследование Бифосфонатов И G18 Показало Применение Деносумаба В дозе 60 мг 2 раза в год Снижение риска Клинических переломов На 50% И увеличение Минеральной плодности Кости Без проявления Дополнительной токсичности Показал Эффективность Свою И безопасность Во всех Группах Больных Которые Были В данном Клиническом Исследовании Одевантное применение Деносумаба Снижает риск В итоге Клиническое заключение Снижает риск Рецидива Абсолютный выигрыш Безрецидивной выживаемости Составляет За 7 лет 3% Выигрыш Безрецидивной выживаемости Является Дополнительным К значению Снижения Количества Клинических Патологических Переломов На фоне Увеличения Минеральной плотности Кости И на сегодняшний день Одевантное применение Деносумаба В дозе 60 мг Каждые 6 месяцев Должно быть рассмотрено Как часть терапии Пациенток Находящихся В постменопаузе И получающих Ингибиторы Ароматаза Спасибо за внимание Спасибо большое Алексей Георгиевич Даже Не было необходимости Вас прерывать Вы даже Оставили нам Несколько минут На вопросы У кого есть вопросы Уважаемые коллеги Скажите Скажите Пожалуйста Да я пока Вас прошу Алексей Георгиевич У Вас Достаточно Большое количество Пациентов С ранними формами Ракомолочной Железы Проходят Вы в своей Уже рутинной Практике Начали кому-то Одевантно Назначать Деносумаб И если Да То Чем Мотивируется Выбор Не в клинических Следованиях А в рутинной Работе Нет Дело в том Что На самом деле Как я уже сказал Данные Только были Опубликованы И регистрация Пропроли Я не сказал Что это препарат В отличие от Живы Называется Пропроли Именно как Профилактика В данной Она прошла Только совсем Недавно И мы еще Просто не успели Назначить Хотя Деносумаб Как и живо Как Костное Лечение Костных метастазов Мы применяем Достаточно Давно И очень большое Количество пациентов У нас получают Лечение Спасибо И вот Правильно Отметил Алексей Георгиевич Что Препарат Деносумаб Он имеет Две лекарственные Формы Одна из которых Игжива Она Зарегистрирована Достаточно давно И Включена В список Жизненно важнейших И необходимых Лекарственных средств А вот Проли Дело в том Что включена Не Игжива А включен Деносумаб Поэтому Этим словом Нет А дозировкой там нет Просто Включен Деносумаб Поэтому Сразу же туда Автоматически Проли попало Да Хорошо Тогда Прошу прощения За Неверную интерпретацию Данных Прошу прощения